Под пристальным вниманием каждый автомобиль инспекторы досматривают, есть ли в авто мясная продукция из карантинной зоны. Воз свинины из очагов африканской чумы под строжайшим запретом. На каждый ветеринарный груз должны быть все необходимые документы. Чтобы заразу не завезли на колесах, шины и диски машин, приезжающих из Татарстана, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Досматривается груз, который провозится и при наличии продукции свиноводства с карантинной зоны и кормов растительного и животного происходения без ветеринарных документов, с карантинной зоны изымается продукция и уничтожается. На границе Самарской области с Татарстаном действует 4 ветеринарных поста. Их установили сразу после введения карантина. В Татарстане объявлены две опасные зоны. Первая радиусом 5 километров вокруг села Сосновка. Вторая в 15 километров как раз прилегает вплотную к Самарской области. В Сосновке, по нашей информации, полученной от коллег из Татарстана, одна свиня у них там умерла. Взяли пробы, выявили АЧС. Потом, как выясняется, это было крестьянско-фермерское хозяйство. 74 головы там у него содержалось. То есть эпизоотический очаг начался у них там. Досмотр и обработку машин проводят круглосуточно, чтобы не возникло заторов на трассах. Водители, хоть им и приходится делать вынужденную остановку, на проверку не жалуются. Закон есть закон. Лучше пусть заразы у нас не будет. Пусть останется там есть, уничтожить, вылечить надо всех. Все спокойно, хорошо реагируют, все с пониманием. Все понимают, что такая ситуация сложная, поэтому приходится немножко подождать, постоять две минуты, и я думаю, ни у кого-то организаца оставит. Риск завести инфекцию в Самарский регион пока остается высоким. В мире еще нет средства профилактики и лечения африканской чумы свиней. Поэтому ветеринары делают все, чтобы не пропустить вирус в регион. Посты на границе уберут только после снятия карантина в неблагополучных районах. Марина Кравцова, События.